МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 9 августа 1731 года, в Санкт-Петербурге основан Шляхетский кадетский корпус, высшее военноучебное заведение для дворян. 9 августа 1853 года войска под началом генерала Перовского взяли крепость Ак-Мечеть на реке Сырдарье. Это поспособствовало дальнейшему завоеванию Каканского ханства. В этот день, 9 августа, родились Евдокия Лопухина, первая супруга Петра Великого, мать царевича Алексея. Леонид Андреев – писатель, который считается отцом русского экспрессионизма. Степан Леонозов – русский нефтепромышленник, один из богатейших людей Российской империи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало 20 века, время, когда строились финансовые империи, накапливались и терялись целые состояния. Это была эпоха начала промышленной нефтедобычи, а сама нефть стала черным золотом. Первым в истории долларовым миллиардером стал как раз американский нефтедобытчик Джон Рокфеллер. В России тоже был человек, которого именовали не иначе, как русский Рокфеллер – Степан Леонозов. Степан Георгиевич был выходцем из армянской семьи Леоносянов. Промышленную империю начал строить его дядя Степан Мартынович. Первоначальным источником дохода было не черное, а серое золото икра каспийской рыбы. В свое время Степан Мартынович заключил контракт на ловлю рыбы с персидским шахом, и это принесло немало капитал. Доходные рыбные промыслы наследовал старший сын промышленника Мартын, в то время это был самый ценный актив. Леонозовым принадлежали рыболовные предприятия по всему иранскому побережью Каспии. Среднему же как раз Степану Георгиевичу достались нефтяные предприятия, как тогда казалось, не самая ценная часть наследства. Русский Рокфеллер окончил юридический факультет Московского университета, и пару лет после этого работал присяжным поверительным, то есть адвокатом. Но в 1901 году он оставил карьеру юриста и уехал в Баку заниматься бизнесом. Всего за несколько лет своего руководства Леонозов сумел создать настоящую нефтяную империю, товарищество Леонозов и сыновья, которое покорило и Россию, и Европу. Первым делом пригласил в свое общество крупнейшего промышленника России Алексея Путилова, а вместе с ним пришли большие инвестиции. Промышленность вокруг нефти росла, и Степану Георгиевичу принадлежали не только скважины в Баку, но и нефтеперерабатывающие керосиновые и масляные заводы, а еще 10-верстовый нефтепровод, нефтеналивная пристань и множество хранилищ для нефти и керосина. В 1912 году товарищество заключило договор еще и на строительство нефтеналивных танкеров. Теперь Леонозов мог торговать с Европой. В том же 1912 году в Лондоне открылась Russian General Oil Corporation, или просто Oil. В компанию вошли ведущие армянские и русские нефтепромышленные предприятия Баку, а также элита русского и английского банковского капитала. Однако конкурентов Ротшильдов и Нобелей Степан Георгиевич свою корпорацию не пустил. За следующие два года подобные объединения открылись и в Париже, и в Гамбурге. В начале Первой мировой войны Леонозов стал одним из самых богатых людей России. Степан Георгиевич занимался не только нефтью. Он был одним из первых в России, кто увидел потенциал у киноиндустрии и создал в Москве кинофирму «Биофильм», построив и свою кинофабрику. В Петровском парке был выстроен стеклянный павильон, где «Биофильм» снимал главным образом бытовые фильмы и мелодрамы. По Леонозову, как и по большинству отечественных промышленников, сильно ударила Октябрьская революция. Сначала он бежал в Финляндию, откуда пытался вести свой вклад в «Белое движение». Войдя при генерале Юдениче в состав политического совещания армии перед наступлением на Петроград, Степан Георгиевич дал согласие возглавить отдел финансов. На банкнотах, отмечанных Юденичем в Швеции, рядом с его подписью стоял и автограф Степана Леонозова. После поражения «Белого движения» Степан Георгиевич уехал в Париж. Там он организовал общество, объединившее бежавших русских промышленников, которое продолжало борьбу с советской властью. Однако про самого Леонозова ходили разные слухи. Кто-то считает, что именно он организовал продажу художественных ценностей и икры из СССР на Запад. Как бы то ни было, вся его деятельность после эмиграции, это была уже тень тех достижений, что были у Леонозовых в лучшую российскую пору.